Много разговоров, много критики, много чего после боя вылилось в адрес, в твой адрес. Как ты реагируешь на это? Честно сказать, очень много пишут людей со словами поддержки. Им огромное спасибо. Я очень ценю это. Но всем возможности нет ответить. Я так общий ответ сделал. Видеообращение. Да, видеообращение закинуло. Огромное спасибо всем тем, кто болел, переживал, поддерживал. Ну, помимо них также есть и те люди, обычные хейтеры, как их называют, которые пытаются, не знаю, что они хотят сделать, выделиться и написать плохо обо мне. И пишут в личку, мне очень много нехорошего, гадости пишут. То есть не только в комментариях, но и даже в личку. В личку тоже пишут, гадости пишут. Я не знаю, что им от этого будет легче, им будет или что от этого, не знаю. Во-первых, это пишут в основном, не в основном, а 99%. Это пишут люди, у которых с левых профилей, у которых нет никакой информации о себе, никаких фотографий. Я не знаю, что это, кто там сидит. Там-то понятно, все люди понимают, кто там сидит. Стараюсь не обращать на это внимания, но иногда... Он использует функцию блокирования. Да, я стараюсь, обычно я блокирую таких людей, чтобы не обращать внимания, не отвечать и так далее. Ну, видимо, иногда настолько задеваюсь, что ты по-любому некоторым все-таки отвечал. Как это? Было, да. Вот у тебя на странице я ответил одному твоему подписчику, ты удалил после этого комментария, я заметил. Ну, бывает иногда, замечаю что-то и стараюсь не грубо, но аккуратно дать понять человеку, что не все так, как ему кажется, там легко бывает в этой подготовке. Просто эти люди пишут с такой легкостью, как будто бы вся эта подготовка, все эти усилия, они этого всего не видели, эти люди, и они с такой легкостью пишут, как будто бы это там, я не знаю, там раз-два, и ты можешь это... Я мог там легко выиграть бой, но там... Отдал. Отдал бой там, да, или там мешок я там специально там попался, не мог там у него болевого уйти, что ли, и так далее. Что-то типа такого, да. Мне кажется, эти люди просто не осоздают, насколько трудоемкий этот процесс, вообще выход в клетку, вот как Тагир говорил вообще о висогонке, о всех этих, о подготовке, о боях. Кроме висогонки еще... Дойти до этого боя, сколько нужно было, 20 поединков нужно было пройти, чтобы дойти до этого боя, и тебя одним этим, все твои заслуги вычеркивают одним поражением, это очень... Ну, ничего страшного. Всегда найдется, наверное, такой, всем не угодишь, я не знаю. Ничего, стараюсь не обращать внимания на это, что там можно сделать, либо нужно, не знаю, каждого из этих подписчиков там с каждым общаться, и каждого искать их, выискивать, что ли, я не знаю, для чего. Это нереально. Это нереально, да, и поэтому я стараюсь не обращать внимания и просто блокирую этих людей. Ничего, брат, мы еще заставим этих подписчиков молчать своими победами. Еще многие думали или начинали говорить о том, что якобы ты стал использовать треш-токинг. Вообще, что значит для тебя это понятие? Ну, это раскрутка боя перед самим поединком. Вообще, да, в принципе, это раскрутка боя перед самим поединком, но немножечко здесь, наверное, эти люди не понимают, о чем речь, когда говорят треш-токинг, потому что, с одной стороны, да, там, треш-токинг, раскрутка боя, это понятно, но я не молчал, я писал, можно сказать, в ответ этому человеку, потому что он делал посты, допустим, он делал там пост, писал, там, о дагестанской борьбе. И были у него проблемы с паспортом, он там писал, Мурат, там, типа, попросил у Господа, чтобы у меня эти с паспортом проблемы решились, и я приехал в Дагестан и надрал тебе зад. Ну, если там эти хейтеры или кто-то сидит в интернете, они считают, что там они должны были молчать и промолчать, и никак не реагировать, это их мнение. Я посчитал нужным ответить этому человеку. Он очень вызывающе себя ввел, и мне вдвойне обидно было проиграть этот бой. Ну, ничего, еще я открытаюсь с ним, иншала.